Как уже сказано, в четверг «Динамо» сыграет «Старпеда». В форме нижегородцев противостоять белорусской команде будет наш земляк-нападающий Андрей Белевич. Накануне мы взяли у игрока эксклюзивное интервью. Для одного из самых перспективных хоккеистов своего возраста Андрея Белевича не нашлось места в Минском «Динамо». Поэтому он летом с воодушевлением принял предложение нижегородского «Торпеда». Именно позитивный эмоциональный фон, связанный с дебютом в КХЛ, помог хоккеисту отлично начать сезон. Такие шансы даются нечасто, поэтому я согласился. Надо было цепляться за этот шанс. Думаю, что начал здорово. В принципе, играли, доверяли. Много играл. И поэтому набирал очки. Сейчас где-то в октябре чуть немножко хуже. Не знаю, с чем это связано, но постараюсь как-то выбраться из этого, начать играть лучше. И действительно, все свои шесть очков, три голые и три передачи Белевич набрал еще в сентябрьских матчах. В последних же играх Андрей слегка подпорцил свой коэффициент полезности. С положительного на нулевой. И если в середине прошлого месяца хоккеиста порой заявляли на матче во втором звене, то сейчас вернули в низшее сочетание. Средний наигрыш 14 минут за поединок. Я думаю, что до конца еще эта адаптация не завершена, но в любом случае надо улучшать свою игру всегда с каждым матчем. Скорости выше, выше. Надо быстрее думать. Партнеры уровнем выше, если сравнивать. И в любом случае на тренировках при всех упражнениях ты действуешь быстрее и от этого растешь. В большинстве есть кому играть. В принципе, сейчас у нас много игроков, мастеровитых, поэтому больше доверяют игру в меньшинстве. Для меня лично самое главное – это постоянно играть и играть побольше и улучшать свою игру. А личная статистика – это второстепенное дело. Торпеда неплохо стартовала в чемпионате. Нижегородцы занимают пятое место в западной конференции. Хороший старт многие специалисты связывают с не шибко тяжелой предсезонкой, которую практикует главком оленей Дэвид Немировский. Совсем по-другому все было. Нам давали больше восстанавливаться времени. То есть не было по две, по три тренировки. То есть мы хорошо работали утром усердно и полдня восстанавливались. Если в Беларуси любят сделать предсезонку по две, по три, по четыре тренировки за день, то тут такого не было. С Белевичем уже созванивался главный тренер сборной Михаил Захаров. Много раз спрашивал о различных аспектах пребывания нападающего в торпедо. Обозначил заинтересованность в игроке. Однако участие Андрея в ноябрьском кемпе национальной дружины пока под вопросом. Мы сейчас как бы разговариваем, стоит ли приезжать в ноябрьский кемп или нет. То есть может где-то лучше этот кемп передохнуть, учитывая непростой распорядок у нас, расписание. Хотя игрок и не признается, наверняка матч против «Динамо» будет для него особенным. В сентябре в Нижнем Новгороде торпеда выиграла в овертайме 4-3, но Белевич закончил его с полезностью в минус один балл. Было сложновато играть, не знаю, где-то может перегорел, очень настраивался на ту игру. И считаю, что сыграл много, не очень хорошо, как хотелось бы. Надеюсь, в этот раз подготовлюсь хорошо и сыграю лучше. Матч особенным сильно не будет. Конечно, придет много родственников смотреть, болеть за меня. Поэтому постараемся победить, сыграть хорошо. Продолжение следует...